День Победы Через 20 лет я представляю, что некому будет встречать, ну то есть некому будет давать никаких интервью, ничего. Кто будет? Никому не останется. Праздник останется? Праздник будет, воспоминание одно о празднике будет. Но кому будет вспоминать-то? Даже спросить некого будет о войне, там еще. Праздник будет, воспоминание одно о празднике. Праздник будет, воспоминание одно о празднике. Это такая боль. Об этом вообще спокойно не загадить. Понимаешь? А через 20 лет уже этих людей не будет. И мне всего-то было сколько? Мне было 8 лет. Не было 8 еще лет, когда кончилась война. Но это мое. Это уже кусок моей жизни. Уже не только прочувствованные, но и осмысленные. Куда? Куда? Это письма. Очень короткий отрезок времени. Это июль 41-го года. Июль 41-го года. Такие реликвии еще совсем недавно хранились в каждом доме. Об отце и братье рассказывает Тамара Андреанна Попова. Ее отец Андриан Радченко пишет жене, сыну и 4-летней Томи в эвакуацию из Ленинграда. Он пишет нам о том, как здесь, как он ездит на дачу, как он скучает по нам. А вы помните папу? Я последнее помню, как папа идет по перрону московского вокзала и машет шляпой. Вот живой вот такой вот папа, вот я вижу в таком виде. Другими, какими не помню, остальное все в фотографиях. Но как он машет шляпой на мне, я это очень хорошо помню. Здравствуйте, милая Оля, здравствуйте, милые, дорогие, ленюши и Томочка. Мысленно вас всех обнимаю и крепко целую. Надеюсь, что в действительности скоро вас буду обнимать и целовать. Это 17 июля 41-го года. Видишь, как еще не представляюсь. Вчера получила ваше письмо. Радости много читала письмо и как будто разговаривала с вами. Рад и счастлив, что все хорошо устроилось. Живите, милые мои, отдыхайте. Берегите друг друга. Особенно следите за здоровьем Томочки. Вчера выехала моя Марфа Захаровна. Я передала вам 200 рублей, продукты, немного белья, мыло, конфекты. Конфекты. Слово какое. Шоколад. Не знаю, как скоро Марфа доедет к вам. Продукты берегите на всякий случай. Жалею, что что-то из продуктов осталось на даче. Между прочим, в манной крупе я видела мучных чередчиков. Трогательно. Дома все в порядке, но только пусть и без вас. На даче два раза было с ночевкой. Красиво на даче. Цветет гвоздика, табачок, дигиталис, роза, рогоза. Георгины выбросили бутоны. Огород хороший. Капуста, кабачки, все растет. Спичь пирог и отпраздновать этот день дома. Георгины выбросили бутоны. Георгины выбросили бутоны. Георгины выбросили бутоны. Георгины выбросили бутоны. Папин институт Эвакуировал детей Интернатом И мама с детским интернатом Воспитательница отправилась и со мной С моим братом Через Рыбинское водохранилище Там нас бомбили отчаянным образом И мы добрались до Молотовской области Но потом Не сразу, не вдруг, постепенно Там Ярославская, там все постепенно Брата, папа вызвал в Ленинград Учиться И в последнем письме, которое опоздало Он написал, Оленька Ситуация изменилась на фронте Придержи Леню А Леня, ему было 16 лет Он поступил в военно-морскую школу Он приехал учиться Значит, все уезжали из Ленинграда А он вернулся в Ленинград Да, потому что папа считал, что война окончится Через два месяца Что это будет примерно то же самое, что финская компания Это мы говорим сейчас Про сентябрь 41-го года Да Мечтал быть моряком, понимаешь Когда уже начались такие суровые дни в городе Они патрулировали город, эти маленькие мальчики Я хочу тебе показать письма А, хорошо Дай я тебе, пожалуйста, надо прокомментировать Во-первых, то, что держишь в руках Это дело совершенно священное Чья это книжка? Это Ленина книжка Она начиналась, когда она еще училась И тут расписание уроков, видимо, об его Этой школе военно-морской А дальше Тома, Том, мама Вот такие вот всякие надгробья Надгробья всякие, надгробья Понимаешь, вот здесь все были фотографии наши, мамины Они со временем куда-то делись Ишь, мама, когда я тебя увижу? Мама, неужели я тебя никогда больше не увижу? Мама, Леня, Тома, мама Последний раз Леня пришел перед Новым годом Уже было очень холодно У нас дровяное отопление было И дров, естественно, не было Они читали с папой книги Перебирали книги И начали потихоньку сжигать мебель Леня говорит, давай растопим книгами Ну, там не загорается Он говорит, нет-нет, только не книгами Только не книгами В общем, они сжигали-сжигали все, что можно было Вот, а уже в последние дни Когда совсем, может, перед Новым годом Леня говорит, что папа вдруг достал книгу И, не глядя, какую-то книгу кинул в вагон Ну, вот, как-то его это очень, Ленька, очень удручило Потому что, знаешь, для папы это было совершенно святое Говорит, мне так нехорошо стало от этого Ленька просто рассказывает Ну, он еще был мальчик, он ничего не мог понять И, как-то, знаешь, вот А 31-го, 30-го числа он пришел домой Вечером, чтобы встретить Новый год с папой А 30-го, спали они, поскольку было очень холодно Они на одной атаманке Это называлось атаманке Это там маленькие такие диванчики Они спали вдвоем, чтобы согреться И Леня проснулся утром 41-й год, значит, ему 15 с половиной лет А папа уже холодный Да, страшно Субтитры подогнал «Симон» Он пошел, как сказал, как ему велел отец На Васильевский остров К папиному другу Там был у нас архитектор Александров Вот, и потерял сознание А был в шинелке, поскольку он учился в спецшколе И шел полк морской прихоты И они его видели в шинелке И взяли свой, да И так он оказался на фронте И в одном из первых десантов Был выброшен Вот в Амгинские болоты Там его перекалючило А дальше вот он пишет Добрый день, мои дорогие Мое здоровье пошло на поправку Чувствую себя лучше В моих письмах Ты не понимаешь меня Это он маме пишет Я не хотела расстраивать тебя Но когда все пошло на поправку Я начала рассказать тебе всю правду Изложил в двух словах Попал на фронт Ранил с переломом кости Ну, этот тазобедный С суставом разромил, да Черт, трясет меня Был сначала в полевом госпитале Войбоково, потом в Волховстрое А теперь лежу в Вологде И нахожусь в замечательных условиях Лежу в командирской палате У нас лежит в палате пять человек Все раненые командиры Я один мальчик На весь госпиталь Кормят хорошо По всему слугам хлеба Мама, ты не беспокойся Не нервничай Ты знаешь пословицу Свет, не без добрых людей В палату зашла молодая женщина Мы расковарились Я рассказала себе, тебе На следующий день Она вечером пришла и принесла Блинчики Не могу что-то читать Я не вижу Коммера ничего не вижу Она в общем-то так И все-таки День Победы А вот День Победы Значит, мне еще нет девяти лет Леня мне заменил отца И он везде таскалит меня с собой Разница у нас одиннадцать лет Значит, в сорок пятом году Леньке девятнадцать Ну, соответственно, вот сколько-то там нет Тридцать Одиннадцать лет меньше, да? Мы с ним ходим От пивного ларька к пивному ларьку Тогда в Ленинграде были такие Удивительные пивные ларьки Было написано пиво Воды Вот там еще В какие-то банки подавали пиво И вот народ здесь ходит От ларька к ларьку Почему-то нет пьяных Все пьют Ну, видимо, все в таком состоянии Какого-то легкого сумасшествия Потому что пьяных нет Во второй раз такое было В день смерти Сталина Тоже все почему-то ходили От ларька к ларьку И все пили это пиво И Леня тоже Нет, нет, нет Я не пила Меня очень строго держали А Леня, он уже был К этому приобщен Потому что он объяснял Что в атаку Перед атакой Пацанам давали По сто грамм спирта Не водки А спирта неразведенного Иначе страшно Самолета надо впрыгнуть Поднимаешь с парашюта Ну, в общем, это страшно Ну вот И вот мы ходим И идешь Вдруг Какие-то совершенно К нам подходят незнакомые люди Обнимаются Что-то меня подбрасывают Я просто помню Как подбрасывали в воздух Вот Кто-то ловит Ну, по-моему, ловили Поскольку я тогда еще Долго после этого Еще бегала ногами Ну вот Состояние очень праздничное Все родные Вот ощущение Вот у меня такое осталось Что все родные Какие-то лица такие Я тогда Может быть, просто не понимала Что это за лица Но вот сейчас По прошествию времени Они остаются Вот какими-то такими Очень близкими Вот А город украшен Что? Что в городе? Он еще в руинах Город в руинах абсолютно Причем Так Как-то интересно Бомбили Вот, например, на Невском проспекте Вот Дом 102-104 Вот эти все Между, скажем Колизеем Кинотеатром Да И восстание Фасады все целы Внутри Ничего нет Только ты въезжаешь во двор Декорации Балки Вот такие балки На балке где-нибудь висит Абажур Здесь кусок кровати Здесь какой-то Открытый шифоньер Боком висит Понимаешь? Вот еще в таком состоянии Но улицы Очень чистые Очень чистые улицы По Невскому еще трамваи ходят Вот Значит, у детей Вот такие вот шарики Раскидайки И бумажные Очень смешные Но цветы У нас у всех цветы У нас здесь цветы У нас на голове цветы Вот Флажки Очень такие Простенькие Ну это так Это так радостно все И почему-то И почему-то Вот интересно Когда был Сахаром присыпан Это уже вкусно Скажите Войну уже конечно С призорниками Помещаешь А второй В карман Потому что Особенно Это некогда Рассусаливает Рассусаливает В школу бы хотелось Но Ну не было Другая с утра Понимаешь Вот Так вот Когда вот Из этого всего Складывалась Общность Она и в институте Такой продолжалась Она до сих пор Продолжается Понимаешь А вот так Когда кому-то Одному плохо Когда у кого-то Одного проблемы Все вот Вот знаешь Как носами рыбы Выталкивают Или дельфины Видела Как это Носами Выпихивают Дельфины Видела Они Знаешь Так Один дельфин Терпит бедствие Они вот так вот Носами Выпихивают На поверхность Это я видела На черном море Ну вот Так вот Так вот До сих пор Вот это поколение Выпихивает Того У кого Проблема Так меня Выпихивали В 80-м году Это случилось В 79-м 20 июня 79-го года У меня Тяжело болела Мама У нее был инсульт И мне нужно Было Как можно Больше Быть с ней А в то же время Работа требовала Обязательного Проведения Эксперимента На территории Цнири В Песочной Мне нужно было Облучить серию Там Образцов Экспериментов На Устворителя Который еще не был Сдан В эксплуатацию Мне очень Сверчок Сверчок Тома Едет На пучок А у меня Такие результаты Были хорошие На работе В это время Не было Что докладывать Вы были Кандидат Наук Нет Я не успела Защититься Я же облучилась Я же облучилась Я же себе На десертацию На это Дело Понимаешь Мне нужно Собирало Последние Материалы У меня Минимум Все было Сдано Все это Мне нужно было Просто оформиться Когда я работала На Светлане Мне было некогда У меня очень Была Много работы Так что же Ваши друзья Когда вы Они начали Ездить ко мне Они начали Ездить ко мне Как только Я оказалась В недвиженном В состоянии Полной неподвижности Каждую неделю Около меня В палате Жила одна Из моих подруг Они бросали Семью Работу Понимаешь Они жили Около меня Причем те Кто Раньше мы дружили Как бы издалека И не самые-то близкие Сейчас они Мои сестры Мы даже Собираемся Это вот Мои названные сестры Они меня вытаскивали Причем они выходили Из палаты И терялись сознание От того Что им было видно Я там ничего не чувствовала Я гнила Там Сорвать Крестца Они видели Эти перевязки Они просто там Рухались Я потом все время Глянусь Вот-вот А там конце Ну и И так продолжалось До конца апреля А в конце апреля Меня увезли Все-таки На операцию Нарокирургия Вот С диагнозом Саркома бедра С метастазами Козвоночника И конечно Если бы не было Сашки Такого Как он был Если бы не было Моих друзей Такие Какие они у меня были Ничего бы Мне за это не вышло Ничего бы не вышло Они здорово Меня вытянули За уши Понимаешь Просто вытянули За уши И они Как бы у меня Создали Вокруг меня Такую атмосферу Что это конечно Смешно звучит Но я себя не чувствую Невалит Жизнь удалась Жизнь удалась Более того Я бы не хотела Чтобы это прозвучало Потому что мне не поверит Никто никогда То что я сейчас скажу Знаешь что я сейчас скажу Я скажу сейчас Жутко парадоксальную вещь Я не то что обижена Вас судьбу А я Я прошу Это не надо Я ей благодарна За то что случилось Я бы не узнала Жизнь В таком ее многообразии Я бы не узнала Таких замечательных людей И у них бы не было Возможности проявиться Понимаешь Они все время приезжали Ну я Ты представляешь Меры моей беспомощности Я не понимаю Я не представляю Меры вашей Жизнестойкости Мне кажется что И конца нет Нет У всех такое есть Когда жареный петух Когда у меня раньше Болел зуб Или горло чуть-чуть болело Я умирала И все Я была абсолютно Знаете Я все таки склонна Предписывать это Не только личным вашим качествам Насколько вообще чертам Поколения На долю которого Выпала Если говорить о поколениях То предыдущие поколения Были покруче Поколения моей мамы Вот мы не перестаем Теперь все удивляться Что они несли И как они несли Да сон Ведь сейчас как-то Очень модно Все время жаловаться Да Ах как невозможно жить Ах какие все Круговые Никто о нас не заботится Все это сволочи Круговые вообще Да А тогда Ничего такого не было Было потрясающее Чувство собственного Достоинства Я не помню Чтобы мама Кому-нибудь Когда-нибудь Пожаловалась Вот не было такого Понимаешь Это было удивительно Скажите Алене ваш брат Чувствовал себя победителем? Да Ты знаешь Как удивительно Я пока Сама не сила В коляску Я не знала Не понимала Я ощущала Что он инвалид Он ведь был Достаточно Вечный человек У него не сгибалась нога Это никогда не ощущалось Потому что он Вернувшись Сначала он кончил техникум Потом экстреном Школу Потом он поступил В институт У него каждый год В каждую сессию Открывалась рана И выходили Осколки костей Каждую сессию Температура Он блестяще учился Он кончает институт Он блестящий инженер Он ничего знает У него такая пачка Авторских И изобретений Это разные немножко вещи Он очень быстро Защищает диссертацию Он начальник отдела И доцент в лыти То есть Тут не было в нем Ущербности Понимаешь? Вот Он Да Он бесспорно победитель Субтитры создавал DimaTorzok